Ну и мы возвращаемся к событиям на финансовых рынках. Итак, Ренат, скажите, пожалуйста, много ли новостей за прошедшую неделю? Чего-чего, Максим, этого, конечно, хватает всегда. Глава Центробанка Эльвира Набиульна заявила, что сплошная раздача денежных средств населению в России, она не актуальна, потому что вертолетные деньги, они нужны, когда других ресурсов уже нет. Нет, инструментов нет. Объем ресурсов, направленных на борьбу с эпидемией, составит 2,8% от ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Господдержка авиакомпании объемом 23 миллиарда рублей, о которой объявил президент Владимир Путин, рассчитана на полгода. По плану Минтранса деньги частично покроют затраты на лизинг, аэропортовые сборы и оплату труда за февраль и июль. И будут выделяться ежемесячно. Но по оценке, например, того же Мудис, отрасли нужно гораздо больше денег. Один Аэрофлот тратит только на оплату труда за квартал более 23 миллиардов рублей. Но ряд экспертов считает, что масштабные бюджетные вливания нельзя проводить безусловно и безвозмездно. Лидерами роста по итогам торгов в России стали Московская биржа, Роснефть, Алроса. Среди аутсайдеров отметились Транснефть, Полиметалл, Полюс. Ренат, скажите, пожалуйста, почему международные инвесторы сейчас начали возвращаться на российский рынок? Ну, в первую очередь, это возросший интерес к рублевым активам, связанным с расширением программ ликвидности мировыми регуляторами, сделкой по ограничению нефтяной добычи и мягкой риторикой Центробанка. Ну и плюс облигации будут выглядеть гораздо привлекательнее. Они, в принципе, уже так выглядят. Отреагировали они, в первую очередь, на заявление главы ЦБ Эльвира Набиульна о возможном снижении ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ на этой неделе. За три недели международные инвесторы вложили в ориентированные на Россию фонды почти 172 миллиона долларов, хотя еще в марте был зафиксирован отток объемом 446 миллионов долларов. А за неделю, закончившуюся 15 апреля, приток средств, в ориентированной на Россию фонды акций, составил 56 миллионов долларов, сообщает коммерсант со ссылкой на данные из отчетов Банков Америка и BCS Global Markets. Российский рынок акций оказался в числе немногих, в принципе, куда инвестиции приходили, подчеркивает коммерсант. Больший объем средств, 214 миллионов долларов, поступил на минувшей неделе только фонды Китая. Из фондов Бразилии инвесторы, например, вывели почти 290 миллионов долларов, из индийских фондов около 20 миллионов долларов. Инвестиции позволили России нивелировать больше трети зафиксированного в марте оттока средств, напомню, 446 миллионов долларов. Отличает минувшую неделю и то, что спросом у международных инвесторов пользовались не только акции российских компаний, но и облигации. За неделю в российские фонды и облигации были вложены 50 миллионов долларов, тогда как недели ранее инвесторы забрали средства в размере 70 миллионов долларов. О восстановлении интереса иностранцев к российским облигациям говорят и результаты последних аукционов ОФЗ, на которых Минфин привлек 97 миллиардов рублей. Ренат, какая сейчас ситуация на международных рынках? В принципе, Максим на прошлой неделе смотрели все на публикацию финансовых результатов за первый квартал 2020 года американскими компаниями. Первыми отчитывальцы начали крупные банки, и их выручка значительно выросла от торговых операций на рынке ценных бумаг. У JP Morgan данная статья дохода увеличилась на 32%, у Goldman Sachs на 28%, у Bank of America на 22%. Это все говорит о том, что инвесторы стали активнее участвовать в торгах на бирже, как в ходе обувальной распродажи бумаг, так и когда акции многих компаний подешевели. Если все служится благополучно, то уже к середине мая экономическая активность США восстановится на 80-90%. Конечно, пока будут запрещены массовые спортивные и культурные мероприятия, но основные отрасли промышленности и сферы услуг должны начать работу. Так они думают. Вообще, итоги недели по миру можно вкратце озвучить таким образом. США у нас плюс 3% показало, и за последние 4 недели число заявок на пособие по безработице США выросло на 21 миллион. Несмотря на негативные экономические показатели, рынок акций продолжает восстановление. Это мы и видим, что безработица это основное, которое сдерживает. Россия минус 2%. Нейтральная неделя для российского рынка на фоне снизившихся цен на нефть и укрепившегося рубля. Италия минус 4,5%. Итальянская экономика упала на 5% в первом квартале и продолжит падение в дальнейшем. Экономисты Bloomberg ждут снижения ВВП страны на 18% во втором квартале и на 13% по итогам всего 2020 года. Лидерами роста по итогам торгов США стали Boeing, ExxonMobil, JP Morgan. Среди аутсайдеров отметились UnitedHealth, Apple, Intel. Вопрос, который уже набил оскомину, наверное, да? Нефть снова ниже 30 долларов за баррель. Что дальше? Я отвечу словами пресс-сектора президента Дмитрия Пескова. Эффект от новой сделки ОПЕК+, еще наступит. Я в этом тоже абсолютно точно уверен. И я думаю, что это будет достаточно скоро, Максим. Ну и ваши советы инвесторам в заключении. Совет. Дышите ровнее. Если честно, надеюсь, что все все успели купить по более низким ценам. Тот, кто был в бумагах уже, я надеюсь, что он смог усредниться. Даже если вы этого не успели сделать, еще абсолютно не поздно начать это делать прямо сейчас. Потому что, сделав сейчас запас прочности, который вы сделаете, это будет достаточно приличный запас прочности в долгосрочной перспективе, естественно. А инвестирование, оно должно быть скучным. Оно не должно быть захватывающим. Оно должно быть подобно наблюдению за сохнущей краской или растущей травой. Это, кстати, сказал Пол Самойльсон, лауреат Нобелевской премии по экономике. Это были новости месяц QBF. До встречи через неделю. Спасибо большое вам. Удачи вам и вашим клиентам в это непростое время. Спасибо.